Поступая в высшее учебное заведение, студентам хочется быть независимыми и самостоятельными, в первую очередь финансово. Поэтому вузовцы и ищут подработки, чтобы обеспечить свои минимальные потребности – обновить гардероб, развлечься с друзьями в кафе, оплатить занятия в тренажерных залах. Наиболее подходящий способ заработать в учебное время – быть зачисленным в состав студенческих отрядов, согласовав это с руководителем учреждения образования по месту учебы. Теперь студенты могут работать официально в свободное учебное время, также в ночные смены, и с них не взимается подоходный налог. Тем самым они получают в зарплате плюс 12% и имеют социальные гарантии, гарантируемые учебным заведением и организацией Союза молодежи. Руководители предприятий идут студентам навстречу, предоставляя возможность работать неполный рабочий день. При этом оплачивают трудовую деятельность за отработанные часы. Зарекомендовав себя с положительной стороны, особенно это касается студотрядовцев, работающих в строительной отрасли, молодые люди могут обеспечить себе вакантное место при распределении. За сентябрь-октябрь у нас в составе студенческих отрядов трудоустроено порядка 50 человек. У нас Санта идет на контакт, Полесье Жилстрой и другие организации тоже приглашаем для привлечения студентов. Зарабатывать во время обучения – дело нужное. Во всем мире такая практика существует довольно давно. Но следует помнить, что прежде чем устроиться на работу, студентам необходимо пройти медицинский осмотр, который, как и профилактические прививки, будет осуществляться государственными организациями здравоохранения бесплатно.